Все больше москвичей активно занимаются спортом. В городе для этого созданы все условия. Спортивные комплексы, воркауты. Но оказывается, многие, те, кто занимается особенно недавно, допускают при этом массу ошибок. И в итоге получают от занятий не пользу, а вред. Что же важно знать о физкультуре с точки зрения здоровья? Как часто можно и нужно заниматься? Что делать, чтобы избавиться от лишнего жира на животе? И нужно ли больше потеть, чтобы быстрее похудеть? Я приехала в фитнес-зал, где узнаю ответы на все эти вопросы. Иванников Антон Михайлович, врач ЛФК и спортивной медицины. Антон, здравствуйте. Мы сегодня с вами разбираемся в популярных утверждениях о занятиях спорта. И я бы хотела начать с самого популярного, мне кажется, утверждения о том, что если ты начал заниматься, то надо заниматься каждый день. Так делают многие, по крайней мере, новички, потому что считают, что чем больше я буду заниматься, тем я буду спортивнее, худее и так далее. Вот правда это или миф? Стоит там делать или нет? Действительно такой миф достаточно распространен, но на самом деле есть такое понятие, как перетренированность. То есть человеку нужно восстанавливаться. Не важно, какая это нагрузка, но нужен определенный период, чтобы мышцы восстановили сердечно-сосудистые, нервные системы пришли в норму после стресса, которым является физическая нагрузка. Желательно силовые нагрузки давать не более двух-трих раз в неделю для не самоподготовленного человека, иначе есть риски перегрузиться. Самое мало, что мы можем получить, это отсутствие прогресса. В худшем случае это угнетение иммунитета, проблемы с гормональным фоном и повышенный риск травматизации, что, я думаю, никому не нужно. А если я, например, буду два-три раза в неделю, будут силовые нагрузки, а в другие дни, например, я буду ходить по дорожке, бегать или йогой заниматься, так можно или все равно? В принципе, не силовые разминочные упражнения, они допустимы каждый день. Заниматься каждый день физическими нагрузками не обязательно. Это, кстати, хорошая новость для многих, я думаю. Поэтому два-три раза в неделю силовые нагрузки, а в остальные дни, пожалуйста, можете, не знаю, просто разминку какую-то сделать, и уже неплохо. Хорошо, но вот многие люди считают, что заниматься в зале эффективнее, чем заниматься самостоятельно, там, дома или на улице. Вот что вы об этом скажете? На самом деле следует понимать вообще, зачем мы это делаем. То есть если у человека цель похудеть, то, в принципе, заниматься спортом, скажу шокирующей вещью, не обязательно. Нужно соблюдать баланс между потребляемыми нутриентами и тратой энергии. Просто меньше есть, грубо говоря. И менять образ жизни. То есть без этого результата не получится. Ну какая-то физическая активность в вашем статке нужна. Достаточно, там, часовой прогулки в парке, но ежедневно. И при этом контролировать поступление калорий в зне. Тогда, да, похудения не будет. Если у человека цель укрепиться, стать сильнее, тогда, да, нужно будет заниматься регулярнее. И желательно перед началом нагрузок пройти небольшой чекап. И для начала заниматься с тренером, дабы выполнять упражнения безопасно и с правильной техникой. Вот я могу сказать, что для меня лучше всего заниматься в зале с тренером, потому что иначе я просто вообще не буду заниматься, потому что есть такое прекрасное чувство, как лень. А тренер, он хоть как-то мотивирует, но и финансовая составляющая тоже имеет значение. Да, элемент мотивации, это всегда очень важно. В общем, мы можем сделать вывод, что заниматься физическими нагрузками нужно обязательно. Еще важный момент – выполнять все эти упражнения правильно. А в этом, конечно, вам поможет, в принципе, наверное, только тренер. Следующее популярное утверждение. Как раз для тех, кто худеет. Многие считают, что чем больше потеешь во время занятий спортом, тем быстрее, эффективнее худеешь. Некоторые даже надевают какие-то специальные костюмы, чтобы потоотделение усилилось. Кто-то пленкой какой-то обматывается. Правда это или миф? Стоит ли посильнее потеть? Ну, на самом деле, это достаточно забавный миф. К счастью, он уже практически изжил свое время. Нет, локальное жиросжигание – это миф. Так это не работает. Жиросжигание – это, в принципе, систематический процесс, системный. И невозможно обмотать себя пленкой и нарастить кубики на животе. Здесь дело в дефиците калорий и изменении образа жизни. Я поняла, друзья, не обязательно очень много потеть, чтобы похудеть. Здесь важно другие правила соблюдать, о которых мы уже говорили и сейчас еще поговорим. Мне кажется, самая большая вообще проблема тех людей, которые активно начинают заниматься спортом – многие люди хотят избавиться от лишнего жира на животе. Я не уверена, что если каждый день усиленно качать пресс, то жир на животе будет сжигаться, соответственно, живот будет уменьшаться. Вот так это или нет? К большому сожалению этих людей – это такая же история, как и с пленками на животе. К сожалению, локального жиросжигания, повторюсь, не бывает. Да, мы приведем в тонус мышц брюшного пресса, брюшная стенка будет в лучшем тонусе, но кубики мы не увидим или увидим, если к этому есть предрасположенность. То есть это чаще всего история с дедами. В общем, друзья, если вы хотите избавиться от жира на животе, нужно не только качать пресс, но и меньше есть и делать разные другие упражнения. Тогда эффект будет налицо. Главное – вот как-то свой образ жизни поменять. Хорошо, Антон, спасибо вам большое. Сегодня на тренировку пойдете или уже завтра? Сегодня в планах, да, пойти. Сегодня в планах пойти. Хорошо, я пойду послезавтра. Тогда вам хороших тренировок и поменьше пациентов с тяжелыми проблемами спортивными. Спасибо, что позвали. Продуктивных тренировок вам и хороших середов. Спасибо большое. Любите себя и свой город москвичей и занимайтесь спортом. Пока-пока!